Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте! Мы находимся в залах музея истории города Угнинска. Приглашаю на небольшую виртуальную прогулку по усадьбе Белкина. А поможет нам в этом макет с проработкой мельчайших деталей построек и отображением ландшафта. Макет был изготовлен в 1995 году московским художником Юрием Владимировичем Морозовым. Белкинская усадьба создавалась в 1770-1780-е годы. Автор проекта усадьбы документально неизвестен, но есть предположение, что им является Карл Иванович Бланк, один из последних мастеров барокко и первый по времени архитектора раннего классицизма. На макете изображено более позднее время, конец XIX – начало XX века. От Калужской дороги через поля и леса со стороны деревни Кобицыно шла аллея, обсаженная березами в два ряда с двух сторон. По этой аллее, которую называли линейкой, подъезжали к воротам с чугунной оградой, въезду на территорию усадьбы. Эта своеобразная граница отделяла особый, неповторимый замкнутый мир дворянской усадьбы от внешнего суетного мира. В глубине виднелся господский дом. Справа и слева от дома симметрично располагались две пары каменных флигелей. У дороги одноэтажные, изогнутые в виде буквы «Г», ближе к дому – двухэтажные, которые были окрашены в белый цвет. В флигеле с двух сторон въездные ворота и чугунная ограда сформировали парадный двор. Архитектурное целое парадного двора построено на нарастании объемов – одноэтажных, затем двухэтажных флигелей и, наконец, трехэтажного дома, который играл решающую роль в композиции. Во времена Ивана Илларионовича Воронцова на такой двор съезжались тяжелые кареты, запряженные четырьмя и шестью лошадьми, поэтому площадка перед домом была вымощена камнем. Позднее, как мы видим на макете, появляются более легкие экипажи дворян, поэтому парадный двор украсили цветниками. Была разбита цветочная круглая клумба, обсаженная желтой акацией, вокруг которой разъезжались экипажи. А в центре, на мраморном постаменте, установили солнечные часы. В наши дни сохранились флигели с восточной стороны. На макете они слева, причем двухэтажный флигель дошел практически без изменения со времен Воронцова. Доминирующее положение всего усадебного комплекса занимал трехэтажный каменный дом, построенный Воронцовым на возвышенном месте Зайцевского оврага. Дом имел монолитный, почти купеческий объем, без лишних украшений, портиков и лепнины. Выразительность оформления фасадов была достигнута за счет применения рельефной облицовки. Нижний этаж, отделенный выступающим карнизом, был полностью покрыт рустовкой. Так называется декоративная отделка поверхности стены, имеющая вид горизонтальных полос равной ширины, выступающих над фоном. Это усиливало ощущение массивности здания. В центре фасадов и закругленные углы здания также были выделены рустом сверху до низу. За счет всего этого здание, несмотря на небольшие размеры, выглядело величественно. Под оконными проемами между вторым и третьим этажами фактуру стен оживляли филенки, прямоугольные углубления в стене, обрамленные рамками. На макете дом белого цвета, а при Иване Ларионовиче Воронцове, дом окрасили в классической бело-желтой гамме, что придавало фасадам видимость дворцовой роскоши. Желтый цвет всегда был символом золота, белый был символом света, а окружающая зелень парка, зеленый цвет, символом надежды. Парадный вход в дом оформлен в виде крыльца с четырьмя колоннами, на которые опирался длинный балкон второго этажа. Через него входили гости и хозяева дома. Здание покрывала четырехскатная крыша. С парковой южной стороны фасад дома также имел высокое крыльцо с четырьмя колоннами и балкон. Поскольку дом предназначался только для проживания в теплое время года, печей в нем не было. Лишь в двусветном зале был обустроен камин. Наркиз Антонович Абнинский после покупки усадьбы перестраивает дом, в парадных комнатах навешивает двери и устанавливает израсовые печи. Обязательной принадлежностью дворянской усадьбы был парк. В первой половине XVIII века в России был распространен регулярный, или как его называли, французский парк. Принципы построения такого парка подчеркивали абсолютный контроль человека над природой, символизировали гармонию и порядок. В Белкинском парке можно увидеть и отдельно растущие вековые сосны. Каждая такая сосна – это видовая точка для осмотра самых красивых парковых пейзажей. Второй пруд, примыкающий к Большому с восточной стороны за плотиной, так называемой Верхней, был устроен уже после основания города. Сейчас эти водоемы объединяют под общим названием Белкинские пруды. В наши дни на территории парка были добавлены современные элементы благоустройства. На газонах появились изящные статуи классического типа. На мысе Большого пруда поставили белую беседку-ротонду. Между прудами декоративный свадебный мостик, открытый летний театр и Эрмитаж. Недавно в парке установлены и информационные стойки в виде раскрытых книг с историей о Белкине. Вернемся к макету усадьбы Белкина. Из окон дома был виден портер в виде прямоугольного газона, который формировал парадную часть регулярного парка. Когда усадьбой владели Абнинские, здесь была площадка для игры в крокет, шарады и другие подвижные игры. Часто в парках была какая-то природная достопримечательность. В Белкине это был вяз, в три человека в обхвате, верхушка которого возвышалась над всеми деревьями парка и служила ориентиром подъезжающим. По преданию, посадил его Борис Годунов. Вяз оберегали, но в начале XV века в него попала молния, и чтобы сберечь оставшую часть дерева, над ней сделали крышу. Погибло полностью дерево в середине XX века. В 2010 году на этом месте легендарный вяз был посажен заново. Если пройти наискосок по дорожке ко второму пруду каскада, можно найти на берегу точку, где водные глади пруда отражаются купола храма, а на другом берегу отображается главный дом усадьбы. Этот эффект запечатлел в акварели художник Михаил Петрович Кончаловский, сын Петра Петровича Кончаловского. В регулярной части парка продумала все до мелочей. Водная гладь, как зеркало, расширяла пространство. Первым делом, что построил граф Воронцов в усадьбе, это каменный храм на месте обветшавшего деревянного храма в честь святых Бориса и Глеба, который был освящен 13 июля 1773 года. Фасады храма украсили пилястрами и высокими окнами с полуциркульным завершением, что было свойственно раннему классицизму. К каждому окно соответствовало небольшое овальное окно второго света, характерное для барокко. Фасад церкви был окрашен двумя оттенками белого и светло-охристого цвета. В солнечную погоду на закате дня через жалюзи в зал музея пробиваются лучи и освещают макет так, что получается эффект внутреннего освещения храма. В гостеприимный Белкинский дом посещали люди разного светского положения. Гостила опальная княгиня Екатерина Романовна Дашкова, в прошлом директор Санкт-Петербургской императорской академии наук. До 1812 года часто в Белкино был граф, генерал-фельмаршал, участник Отечественной войны Михаил Семенович Воронцов, в будущем новороссийский бесарабский генерал-губернатор, заказчик и первый хозяин Олубкинского дворца. В гостили родители Пушкина Сергей Львович и Надежда Осиповна и его дядя Василий Львович. И в последующие годы в Белкино редко не было гостей. Сюда съезжались любители всех видов искусств. Музыканты, писатели, художники. Приезжали художники Поленов, Серов, Средин, Кончаловский. Пел в Белкинском доме Фёдор Шаляпин. Поэт Брюсов, прожив два летних месяца в Белкине, написал грустное лирическое произведение. В полях забытые усадьбы Свой давний дозирают сон. И церкви сельские простые Забыли про былые свадьбы, Про роскошь барских похорон. Дряхлеют парки вековые С олеями душистых лип. Субтитры создавал DimaTorzok